Проповедь 228 Сам я пойду и введу тебя в покой. Книга Исход, 33 глава, 14 стих. Чего лучшего мог пожелать себе Моисей? Чего лучшего можем пожелать себе мы? Мы так неразумны, что часто ищем человеческой силы, хотя мы сильны только, если Господь на нашей стороне. Обратите внимание, что Моисей не был поставлен в известность о том, что Бог пришлет к нему его тестя, чтобы тот сопровождал его. Ему не сказали, что Иисус Навин, его преемник, будет сопровождать его. Ему также ничего не сказали о семидесяти старейшинах, которые должны были разделить с ним бремя ответственности. Моисей получил их помощь и их поддержку. Но его настоящая сила должна была заключаться в следующем. Он должен был отправиться в очень важный путь, путь больших испытаний. Но в этих словах заключалась вся забота, в которой он нуждается, и Богу не нужно было давать ему что-то еще. Для христианского служителя весьма важно иметь покой, так же, как это было важно и для Моисея. Тот, кто больше всех работает, больше всех и нуждается в покое. Если он работает умственно, то может успешно работать только, если будет иметь покой. Бог говорит, «Я дам тебе покой». Покой, данный нам Богом, мы можем принять, не раздумывая. Думаю, что многие служители Иисуса были бы намного лучшими работниками, если бы они имели больше покоя. Наш Спаситель спал во время бури на Галилейском море, хотя он, конечно, знал, что надвигается буря. Но он чувствовал себя в любящих и заботливых руках Отца, таким спокойным и счастливым, что лег на корме судна и заснул. Если вы чувствуете себя слабыми и беспокойными, и не знаете, что делать и за что взяться, тогда придите пред лицо Господа, и вы найдете покой.